Сегодня мы с вами поговорим о графике, который заставляет любого трейдера, любого человека, который собирается торговать, думать о нем ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Я сейчас говорю не о том графике, который мы с вами видим и который выглядит вот так. Я говорю о графике, который очень сильно влияет на вашу психологию. О графике, который реально что-то значит для вас. Это график вашей прибыли. Что он сказал? Каждый из нас хотел, чтобы наш график выглядел вот так. Так, здесь начинается наш вход, забросили сумму в депозит и поехали торговать. Да, есть небольшие убытки, да, есть небольшая прибыль, но все стабильно, все замечательно, все растет, все супер, все потрясающе. Но жизнь такова, что наш график обычно выглядит вот так. Вот так, как под цифрой 1. У нас есть взлеты, у нас есть падения, у нас есть какие-то просадки, у нас есть супер красивые сделки, которые приносят нам огромное количество прибыли. Но потом что-то происходит, и мы просто сливаем все в ноль. Да, еще я забыл здесь указать, что нужно показать на самом деле вот так. Это момент вноса депозита, а это момент выноса нашего депозита. Что нужно делать, чтобы ваш график был похож не на вот это, а на вот это, а на самом деле лучше вот это. Но почему вот это, я отвечу вам немного позже. Первое, с чего мы начнем, это то, что вы обязательно всегда должны ставить стоп-лосс. Если у вас нет стоп-лосса, значит вы близки к тому, что в один прекрасный момент рынок полностью вас обманет, цена пойдет в другую сторону, не нужно далеко ходить. Смотрим текущий график, смотрим вот на эти замечательные позиции, которые показывают, что другие трейдеры собирались в этот день шортить от любой зоны, которую покажет рынок, и смотрим на результат. Начиналось все у нас довольно замечательно, довольно неплохие откаты, многие трейдеры ставили свои входы вот здесь, топы повыше, получали стоп, включались заново, включались заново, включались заново, включались заново, и так как минимум раз, наверное, ну 6 точно. И в какой-то момент цена показала, цена показала, что ну все, мы полетим выше. По итогу, по итогу мы с вами понимаем, что за все вот это движение неопытный трейдер, на самом деле даже опытный трейдер может получить огромнейшее количество стопов. Что делать, как быть, может быть торговать без стопа, ну все равно что цена пошла вниз, и технически даже сейчас мы видим, что практически вернулась к первой сделке, и практически мы могли бы закрыться в безубыток. Здесь вы должны задать себе вопрос, а что конкретно вы хотите от рынка? Вы хотите быть лудоманом, который любит рисковать, как в казино. Ты пришел, поставил фишку там на красное, на зеленое, в казино черное, да? И поехали. Поехали, выпадет, получишь в 2 раза больше, не выпадет, получишь плохо. Я лично в такое казино играть не хочу, моя задача зарабатывать. Напомню, что основная задача у трейдера, ну по крайней мере, моя задача сделать, чтобы мой график был вот таким. Вот таким нет. Если же вы будете открывать позицию без стопа, если вы будете ее открывать, вы получите, ну в любой момент можете спокойно получить убыток, либо зафиксировать его руками. При этом это срежет огромную часть вашего депозита. То есть я думаю, что попытался донести до вас, что стоп это хорошо. Сейчас мы поговорим, как его правильно использовать, как сделать так, чтобы получение стопа не доставляло вам никаких дискомфортов, чтобы наоборот стоп работал только на вас. Сейчас давайте разберемся, что такое фиксированный убыток. Мы с вами откроем метатрейдер. На самом деле на крипте будет подобная история. Метатрейдере намного проще объяснить по той причине, что у нас есть здесь встроенный калькулятор. Как установить себе этот калькулятор, как настроить метатрейдер, как пользоваться калькулятором в крипте и как рассчитывать лоты в крипте, посмотрите, пожалуйста, видео по ссылке ниже. Мы с вами понимаем, что мы можем открыть, ну в данном случае, давайте тренд летит вниз, вроде показал большое ускорение, попытаемся поймать это донышко. Поймать донышко это заведомо плохая позиция, потому что тренд вроде бы шартовый, но попробуем. Для того, чтобы нам поставить позицию, мы выбираем на калькуляторе, в данном случае риск 0,5%, давайте, чтобы легче было считать, 1%, депозит ровно 10 тысяч долларов. Мы с вами выбираем риск 1 доллар, 1% от 10 тысяч, это 100 долларов. Соответственно, выставляем позицию, я хочу, чтобы когда цена придет за этот хай, со стопом сюда мы получили позицию и ставим тейк. Тейк без него никуда. Тейк это вторая важная вещь, которая есть на графике. Ты можешь получить хорошую точку входа, но если ты не зафиксировался, скорее всего, ты получишь стоп. А смысл тогда входить в позиции, если ты не будешь фиксироваться. При этом мы с вами видим, что калькулятор автоматом рассчитал мне ровно 2 лота. Да, ровно 2 лота, замечательно, супер. При этом я поставил свой тейк, но, например, я хочу быть хитрее, перехожу на младший таймфрейм и смотрю. Допустим, мы хотим забрать более мелкое движение и войти немного ниже. Выставляем позицию через калькулятор и видим, что по позиции нам рассчитало 5.88. Нас уже открыло в эту позицию и мы потихонечку идем. Смотрите, вроде бы с одной точки зрения мы увеличили количество лотов, но риск на сделку остался тот же. Важно понимать, что неважно, как я хочу сейчас входить, мой стоп всегда должен быть фиксирован. Он должен быть всегда фиксирован в процентах либо в сумме. На сегодняшний день я торгую непосредственно фиксацию в сумме. Да, то есть у меня, ну, например, условно, жестко 1 доллар риск, да, а демки здесь жестко 100 долларов риск. Как это сделать? Через калькулятор нажимаем на кнопочку риск, переключается, и здесь мы можем руками написать 100 долларов. Чем это лучше? Тем, что нету просадки в геометрической прогрессии, потому что когда вы получаете прибыль там 10%, значит у вас следующий риск будет увеличен на сумму. Мне это немножко не нравится, но это мое желание. Важный момент, что при входе в сделку я не вхожу в лотаже, да, я не рассчитываю свой риск через лот. Я рассчитываю свой риск через сумму, которую я готов потерять, если цена пойдет не в ту сторону. В данном случае я готов потерять 100 долларов, если цена пойдет не в мою сторону. При этом я понимаю, что да, я могу взять вот так вот удалить стоп, и я буду без стопа. При этом мой риск сейчас не ограничен, и он ограничен моим депозитом. Если цена пойдет вниз, значит я получу убыток тогда, когда закрою цену руками. А мы с вами понимаем, что здесь цена, если я сейчас не угадал движение, цена отсюда может улететь вниз вообще без проблем. И 1% риска, который я первоначально закладывал, это не так уж много, чтобы меня плюс-минус где-нибудь вот здесь принудительно закрыть. Да, если вам кажется, что это очень много и это далеко, и скорее всего с какой-то вероятностью цена не дойдет до того уровня, который вас ликвидирует, поверьте, психологически добьет. Чтобы разобраться с этой психологией, когда конкретно вас захочет закрыть цена, и почему вот здесь вообще по всему этому движению входить нельзя было, а можно было рассматривать свои позиции только вот здесь в шорт, вы узнаете на утренних разборах. Обязательно переходите, они проходят каждый будний день перед каждой торговой сессией на Франкфурте. Обязательно вас ждут. Также есть ребята, которые очень-очень сильно любят входить в позиции без определенного стопа, но на супермаленький лот. Ну, например, смотрите. Человек спланировал, что отлично, вот здесь вот у нас идет восходящее движение, «Давай-ка я прямо сейчас маркетом открою свою позицию на риск в 10 раз меньше». То есть обычно я обходил, допустим, на 100 долларов, а здесь я открою позицию на 10 долларов. Соответственно, на самом-то деле, допустим, вот здесь у него было, тут, конечно, по бифцам надо считать, но считается, что технически его стоп моральный, будет в 10 раз больше. Смысл от сделки, которую человек будет тянуть, никакой нет. Почему данного смысла нет? По той причине, что вы в сделку входите один к одному. Один к одному – это казино, да? То есть обычная там сделка, допустим, до перехая, вы входите в позицию. По факту, получите ли вы удовольствие от этой сделки? Скорее всего, нет. Но когда цена будет заходить ниже, вы будете уже полностью в этой сделке, потому что у вас убыток. Вы не будете способны здесь думать про хорошую позицию в шорт. Вы не сможете перевернуться, потому что у вас позиция в убыток. Именно вот эта моральная составляющая не позволит вам забрать вот в этом движении ничего. А скорее всего, вы зафиксируете здесь убыток, будете продолжать, допустим, переворачиваться, а цена уже без вас уйдет. То есть вы станете заложником вот этой малюпасенькой позиции на супермаленький лот и за нее пропустите больше. То есть по факту вы не играете здесь в шахматы, когда там пешкой жертвуют ради чего-то большого. Вы здесь просто себя путаете для того, чтобы подпитать вот эту вот лудоманию, подпитать вот эту жажду, вечно быть в позиции. Также еще один важный момент, который сильно влияет на вашу торговлю и на вашу прибыль – это упорство в своей правоте, и вы из-за этого постоянно торгуете только в одном направлении. Вот вы построили торговый план утром, вы спланировали отсюда шортить от этих зон, и вы поехали. Каждую-каждую божью зону мы должны шортить. Да, рано или поздно цена сделает шорт, рано или поздно цена пойдет в шорт, но, скорее всего, именно в этот момент вы уже сдадитесь. Именно в этот момент вы уже настолько устанете от рынка. Либо ваш риск-прибыль уже настолько будет невыгодным, что вы оставите его, и рынок уйдет без вас. Что в этом случае делать? В этом случае я предпочитаю закрываться после второго стопа и больше не торговать. Например, я вчера хотел шортить. Просто гипотетический план. Разбираю, не заметил, что здесь предзята все-таки должна быть немножко лонговая, не заметил, что нужно куда-то дальше двигаться. Я понимаю, что круто, слушай, ну у меня вот есть пересвип, у меня вроде бы все замечательно, давай-ка я перехожу на младший таймфрейм и вхожу в позицию. Вхожу в позицию, ставлю свой стоп и сразу же следующая свеча его забирает. Отлично. Свеча забрала, ну я думаю, ну слушай, парень, ну ничего страшного, давай-ка вот здесь, нет, эту свечу пропущу. Вот эта вроде бы пошла ниже. Ну если вот сейчас возьмет, то скорее всего мы развернемся. Скорее всего развернемся и все будет замечательно. Входите в позицию, выставляете свой замечательный тейк, многие еще же ставят один к трем, да, правда не по этому тейку. И цена идет дальше. Цена идет дальше и закрывает снова в постопу. Самая большая ваша подшипка сейчас будет просто тупо шортить каждую зону. Каждую божью зону. Вы видите, поднялись выше. Отлично, слушай, ну тут сверняк, это же 100% сейчас отсюда цена уйдет. И вы входите отсюда, входите от следующей зоны. Что нужно здесь делать? Здесь нужно остановиться. Здесь нужно дать себе выдохнуть. Я периодически после нескольких стопов просто закрываю компьютер, закрываю монитор, выхожу на улицу и иду гулять. На самом деле стараюсь даже после этого не входить до следующей сессии. Ничего не произойдет. Даже если со следующей свечи цена улетела без вас, все, ну вам не повезло, ваш анализ был неверен. Вы приняли убыток, вы остановились. Поверьте, лучше получить вот здесь два стопа, чего здесь, сколько мы вначале насчитали. Штук 10? Штук 10. Какая-то херня выходит. Сейчас поговорим немножко про риск-менеджмент. Первое правило, которое нужно себе записать, мы в каждую позицию будем входить с определенным риском. У нас не должно быть на разная позиция, на разные таймфреймы, на разные стратегии, не должно быть разных входов. У нас каждый вход должен иметь фиксированный риск. Что это значит? Это значит, что в вашем калькуляторе вы должны автоматом себе поставить риск. Либо 1%, либо, допустим, 100 долларов. Либо 1 доллар. Да? Мой любимый 1 доллар. Соответственно, риск всегда фиксированный. Не важно, какая сделка. Не на, знаете, там, не должно быть сделки на посмотреть. Любая сделка должна иметь жесткий риск. Обязательно нужно для того, чтобы торговать, пользоваться калькулятором. Калькулятор посчитает все за вас. Вам не нужно залазить на сайт в интернете и, знаете, там, писать. «Калькулятор рисков, расскажи мне про этот калькулятор, давай-ка я тебя найду». Нет. Ваша задача поставить его здесь, либо непосредственно криптоброкера. Он уже есть, вшитый. Там просто можно посмотреть циферки. И вы должны все подводить к определенному риску в определенной сумме. Напомню, что как пользоваться калькулятором и как смотреть тейк и стоп в суммах не только на Форексе, но и на крипте, я рассказал видео по ссылке ниже. При этом вот этот вот риск, он должен исключать ход в позицию равными лотами. Да. Например, вы посмотрели по истории, что у вас были позиции, ну, допустим, здесь. Здесь, конечно, нету такого равного, но, например, у вас всегда там два лота. И вы сидите и думаете, блин, а теперь я, наверное, буду в каждую позицию входить на два лота. Чем это чревато? Это чревато тем, что даже там на разном таймфрейме два лота – это будет совершенно разный риск. Например, мы с вами ставим фиксировано два лота, мы с вами ставим фиксировано… Ну, тут видите, калькулятор даже не позволяет, то есть он не делает вот этой глупости ставить ровно на два лота. Смотрите, два лота вот так. И два лота, ну, допустим, вот с таким стопом. Да? Это просто для примера. Мы посмотрим, какие у нас будут риски. И два лота вот здесь. То есть вы должны понимать головой, что два лота вот на разную сумму – это разный риск. Вот здесь убыток будет минус 114 доллар. Вот здесь убыток будет минус 290. Это должно быть понятно. Никаких входов на одинаковый лотаж, поскольку вы должны всегда в риск включать определенную сумму, не лоты. Также очень важный момент, который позволит вам более стабильнее торговать, является отсутствие сделок в одном и том же направлении на разных инструментах. Смотрите, сегодня утром по евро была предрасположенность в шорт. И планировалась открыться позиция в шорт. При этом по фунту в то же время график показывал, слушай, пора бы шортить, почему бы здесь не открыть позицию в шорт. По австралийцу график показывает, почему бы здесь не открыть позицию в шорт. Если вы откроете в одно и то же время на разных инструментах позицию в одном направлении, вы увеличите свой риск 3 раза. А оно вам надо? Вместо 1%, вместо вот здесь вот 1%, вы получите убыток 3%. По факту вы вошли в одну и ту же позицию. Да, на разных графиках она отработала по-разному. По факту вы бы по фунту получили стоп, по евро получили тейк и по австралийцу получили тейк. Но при этом вы увеличили свой риск. Что делать в этой ситуации, когда хочется торговать 3 разные валюты в одно и то же время, в одном и том же направлении? Уменьшаем риск. Ваш риск, допустим, 100 долларов. Поставьте 33. Войдите в 3 раза меньше в позицию, и пусть у вас вы диверсифицируете свой вход, но по факту вы получите хороший, красивый результат, который будет хорошо влиять на ваш депозит. Теперь давайте поговорим про математику. Мой любимый риск прибыли 1 к 5. Конечно, с 1 к 5, наверное, тяжеловато будет разговаривать, поэтому давайте попробуем 1 к 3. Банальная, стабильная, потому что 1 к 5 очень просто, одна сделка из пяти, и ты богач. Да, все замечательно. 1 к 3, да, всего у нас есть 5 сделок, и каждая из них у нас убыточная. И смотрите, что происходит. Если вы сделали 3 убыточные сделки, зафиксировали свои убытки, всего лишь одна сделка приводит ваш депозит практически в ноль. Да, если вы зафиксировали четвертую сделку, четвертую сделку, то прибыльная сделка окупает практически все, и вы получаете, приводите свой депозит практически в безубыток. Конечно, если вы получите 1 к 5, у вас еще и будет прибыль. Да, здесь не учитывается в калькуляторе комиссия, поскольку при открытии каждой сделки у вас будет разный лот. Это понятно. Желательно комиссию выбрать поменьше, желательно брокера выбрать получше. Как это сделать? Видео по ссылке в описании. Все в тайм-кодах, там нажимаете и смотрите. А перед тем, как мы с вами поговорим о моем любимом способе разгона депозита, с использованием обязательно стоп-лоссов, я приглашаю вас в наш телеграм-канал, в котором есть огромнейшее-огромнейшее количество образовательного материала, который позволит вам разобраться со структурой, ордер-блогом, зонами интереса, покажет вам, как быстро и более понятно изучать смарт-мани. Ну и естественно, там есть утренние разборы. Также мои мысли по крипте. Куда же без этого? Когда-то я очень много пересматривал сетей и наткнулся на очень интересную штуку. Да, вроде бы обычная Excel-таблица, вроде бы обычное объяснение, что вот здесь войди, вот здесь выйди, и вот так вот математически у тебя получится чуть-чуть больше. И при этом я вот эту вот мысль немного доработал для себя. Доработал для себя для чего? Чтобы психологически мне было легче получать стопы, да? Без стопов никуда. Но если стоп фиксированный, и если ты получил 3-4 стопа, то ты сидишь и думаешь, господи, может быть мне войти сейчас без стопа, чтобы быстрее все забрать? То я для себя вывел, чуть-чуть, повторюсь, доработал мысль ICT, но немного ее подточил под себя. Мой риск на сделку всегда 5 сер. Да, то есть банально, стандартно. Да, иногда бывает 4, иногда бывает 10. Тут уже зависит от вас, но в среднем я считаю ее 5. Как пользоваться данным калькулятором? Формулы вы сейчас видите на экране, ничего сверхсекретного в этих формулах нету, да? То есть просто руками вводится цифра для того, чтобы вот здесь была фиксированная разница. Можно это другими формулами вбить, мне легче так, да? Как это работает? У меня есть фиксированный риск на первую сделку, он равен 100 долларов. Если у меня есть фиксированный риск на сделку, и у меня есть фиксированный профит 1 к 5, я понимаю, что получив стоп, я получу убыток в 100 долларов, я получу профит, я получу прибыль в 500 долларов, да? Соответственно, если 5 риск, то 25 прибыль. Если я получил убыток, мне бы желательно в следующий раз эти 100 долларов как-то вернуть, чтобы мозгам моим было попроще. По этой причине я увеличиваю свой риск на 20 долларов. Эта стратегия называется Мартингейл, но в ней есть условия отмены, да? То есть, чем она отличается от Мартингейл, и Мартингейл летит просто в небеса. В данном случае есть условия отмены. Если вы получили убыток и второй раз, вы входите в следующий раз, еще немножко больше, и по факту у вас вот эта сумма минус 2 предыдущих стопа, получается ваша первоначальная желаемая разница. На самом деле вы можете уменьшать свою желаемую разницу, ну, например, там, допустим, вы принимаете на 25 долларов. Не на 25, ну, на 50, на 50, на 25, неважно, на 50 долларов. И, соответственно, следующая сумма у вас будет меньше, да? Это понятно. Следующая, получили три стопа подряд, следующая сделка еще немножко больше, еще немножко больше и еще немножко больше. Важный момент, который не позволит вам очутиться вот в этой ситуации, которая могли очутиться вчера ребята, входившие вот здесь, там, по 10 раз. Это момент остановки. Да, он будет не такой приятный, как получить вот здесь 6 стопов. 6 стопов по 100 долларов – это 600 долларов. Но на дистанции получить 6 стопов очень сложно. Ну, я пробовал. Если честно, у меня, наверное, получилось только 2 раза, и то я занимался такой дичью, что просто, ну, надо было постараться. По итогу, получив 6 стопов, я теряю в обычной жизни 600 долларов, а по данной стратегии – 1000. Чтобы отбить вот эту сумму, мне нужно в следующий раз сделать 2 прибыльные сделки. Просто 2 обычные прибыльные сделки. На дистанции сделать вот это вот несколько раз морально лично мне намного проще, чем ходить каждый раз, там, допустим, 100, забрал 500. Повторюсь, это было для того, чтобы я на первой дистанции разогнал свой депозит. Сейчас в обычной жизни я уже по такой стратегии не торгую. Сейчас торгую по обычной стратегии. На 100 вошел, 500 получил. Ну, помните, на 1 доллар вошел, 5 долларов получил прибыль, да? Если вы смотрите мои утренние разборы. Важный момент. Если ты получил 6 стопов, то ты лудоман и не торгуй сутки. Начинай все заново, да? То есть вот если вы получили вот здесь огромное количество стопов, вы закрыли компьютер и ушли на сутки. Максимум, когда вы можете вернуться к графику, на следующий день тот же Нью-Йорк заново с свежей головой проанализировали и начали все сначала. Если этим будете пользоваться на дистанции, вы забудете про вот такого формата график, вы увидите у себя вот такой вот график. А сейчас поговорим о том, почему вот этот график намного круче, чем вот этот. Ответ прост. Если вы не будете выводить прибыль, а это показан вывод прибыли, вы по-прежнему останетесь хомяком, ну да, у которого график просто летит в небо. Но деньги нужно всегда щупать. На этом все. Всем спасибо. Пока.